Сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как правильно употреблять существительные в речи. Итак, тема урока «Употребление имен существительных в речи». Давайте уточним, что означает в лингвистическом плане слово «норма». «Норма» – это единообразное, образцовое, общепринятое употребление элементов языка. «Норма» обязательно как для устной, так и для письменной речи. Устные нормы делятся на грамматические, лексические и орфоэпические. Рассмотрим каждую из них. Грамматические нормы – это правила использования форм различных частей речи, а также правила построения предложения. Наиболее часто встречаются грамматические ошибки, связанные с употреблением рода имен существительных. Например, железнодорожная рельса, французская шампунь, большой мозоль, заказная бандероль, лакированная туфель. Однако, рельс, шампунь – это существительные мужского рода, а мозоль и бандероль, туфля – женского. Поэтому следует говорить «железнодорожный рельс, французский шампунь и большая мозоль, заказная бандероль, лакированная туфля». Лексические нормы – это правила применения слов в речи. Ошибкой является, например, употребление глагола «ложить» вместо «класть». Несмотря на то, что глаголы «ложить» и «класть» имеют одно и то же значение, всё-таки слово «класть» – это нормативное литературное слово. А «ложить» – просторечное. Ошибкой является выражение «я ложу книгу на место». Следует употребить глагол «класть» – «я кладу книгу на место». Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Соблюдение норм произношения имеет важное значение для качества нашей речи. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения на различных собраниях, конференциях и форумах. В данных существительных при склонении ударения с окончания переносится на основу только в форме винительного падежа единственного числа. Учитывая это правило, давайте расставим ударение. Итак, перед нами именительный падеж, единственное число – вода, голова, гора, душа, река. Поставим эти существительные в родительный падеж единственного числа. Нет, воды, головы, горы, души, реки – винительный падеж единственного числа. Воду, голову, гору, душу, реку. Итак, у нас получились существительные с разным ударением. А что получится, если изменить ударение во втором столбике? Давайте проверим и поставим эти же слова, но уже в форму множественного числа. Воды, головы, горы, души, реки. Интересные явления, не правда ли? Одни и те же слова, а значение у них появилось разное. В первом случае у нас были слова в единственном числе, а во втором – во множественном. Как же называются такие слова? Такие слова называются омографы. А как правильно сказать – под гору или под гору? В настоящее время допустимы оба варианта ударения на существительном и на предлоге. По боку – по боку, под боком, под боком, за борт – за борт, на гору – на гору. Однако, для повседневной речи более характерны безударные предлоги – на воду, под гору, год от года. Но бывает и отступление от этого правила, когда место ударения служит различителем смысла высказывания. Например, жить за городом или за городом. Что значит в пригородной местности? Если надо указать на расположение чего-либо по ту сторону города, то говорят только так – за городом. В устойчивых сочетаниях сохраняется ударение на предлоги. Бок о бок, без году недели. Запомним это. А сейчас помогите директору из рассказа Михаила Зощенко «Кочерга». А как бы сказали вы? Итак, требование на склад. Имея шесть печень, при наличии одной кочерги немыслимо предохранить служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования пять кочи... Что за чёрт? Не помню, как пишется. Пять кочи... Итак, директор в затруднении. Именно форма родительного падежа множественного числа вызывает затруднения. Для этого надо знать правило. В родительном падеже множественного числа нулевое окончание имеют существительные второго склонения, если это парные предметы, сапог, валенок, ботинок, чулок, но... Правильно говорить. Носков. Военные профессии. Солдат, партизан, гусар, драгун. Но... Семь гусаров, пять драгунов, хотя пять солдат и семь партизан. Национальности с основой на Н, Р, например, грузин, болгар, армян, но... Узбеков и казахов. Единицы измерения вольт, ампер, но... килограммов, граммов, гектаров. Эти названия вам хорошо известны из курса математики. Названия фруктов, например, яблок, но... апельсинов, мандаринов, лимонов, помидоров. Множественное число именительного падежа существительных мужского рода. В них окончания а, я. Например, адреса, берега, века, города, директора, доктора, жернова, катера, округа, ордера, отпуска, паспорта, повара, профессора, катера, кителя, сорта, стога, штемпеля, якоря и так далее. Окончание и, и имеют существительные авторы, аптекари, агитаторы, бухгалтеры, выборы, договоры, инженеры, лекторы, лидеры, конструкторы, конюхи, ораторы, офицеры, приговоры, порты, почерки, ревизоры, редакторы, снайперы, стажеры, слесари, торты, тракторы, шоферы, контейнеры. Так что помочь директору из рассказа Михаила Зощенко поможет какая норма? Конечно, грамматическая. Если говорить о литературной норме, то существительные женского рода во множественном числе в родительном падеже звучат так. Кровель, усадеб, вафель, цапель, кегли и пять кочерек. А теперь попробуем это запомнить очень простым способом. В детской сказке колобок по траве кататься мог без ботинок, без сапог, без носков и без чулок. Шесть гектаров апельсинов, яблок, груш и мандаринов, баклажанов, грядок пять, помидоров не собрать. Друзья мои, это не стихи, в них нет сообразности, поэтичности. Это мнемоника, искусство запоминания. Давайте посмотрим на этот знак. Странный, не правда ли? И тем не менее, он демонстрирует значение выражения «ехать без билета». Так образовался фразеологизм «ехать зайцем». Таким образом, мы наблюдаем, что слова могут употребляться в разных значениях, но при этом важно знать правильную сочетаемость слов в словосочетании и предложении. Итак, давайте потренируемся. Выберите из слов в скобках необходимые, то есть правильные, с учетом лексической сочетаемости слов. Как же правильно сказать «заклятый друг» или «заклятый враг»? Я думаю, что все вы догадались. Конечно же, правильно сказать «заклятый враг». Вороной конь или вороной цвет? Конечно, вороной конь. Играть значение или играть роль? Только так, играть роль. Обречен на успех или обречен на провал? Запомните, что правильно говорить обречен на провал. Неминуемый успех или неминуемый провал? Правильно говорить неминуемый провал. А теперь обратимся к следующим примерам и попробуем выбрать из скобок те слова, которые помогут нам построить правильные словосочетания. Утолить жажду, голод, печаль, страх. В этом случае возможно построение следующих словосочетаний. Утолить жажду или утолить голод. Глубокая старость, юность, ночь. Построим словосочетание со словами глубокая старость или глубокая ночь. Следующее. Оказать помощь, внимание, содействие. Возможные словосочетания будут оказать помощь или оказать содействие. Одержать победу, поражение, успех, удачу. Возможное словосочетание только одержать победу. Я думаю, что вы все с этим справились. Молодцы. Следующее задание. Давайте попробуем исправить предложение в соответствии с лексической нормой. Два единственных вопроса тревожили жителей города. Вода и тепло. Обратите внимание, в этом предложении что-то неправильно. А именно, два и единственных. Разве такое возможно? По этому предложению должно звучать. Два вопроса тревожили жителей города. Вода и тепло. Следующее предложение. Школьный стадион прислонился к старому парку. Разве можно так сказать? Я думаю, что вы сразу поняли, что вместо слова «прислонился» должно быть слово «примыкал». Школьный стадион примыкал к старому парку. В зале ожидания находилось много командировочных. В этом предложении слово «командировочных» употреблено неверно. Вместо него должно было быть слово «командированных». В зале ожидания находилось много командированных. Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Я думаю, что вам тоже показалось, что показывать образец в данном предложении использовано очень неправильно. Надо написать «хороший руководитель должен во всем показывать пример своим подчиненным». Так предложения будут построены в соответствии с лексической нормой. Итак, на сегодняшнем уроке мы познакомились с лексической нормой русского языка и с правилами ее соблюдения. Мы также с вами говорили о нормах грамматических и орфоэпических. Какой же вывод для себя вы сделали? Я вам предлагаю следующий. Знание норм русского языка и их соблюдение – это неотъемлемая часть речевой культуры человека. Я желаю вам быть культурным человеком не только в поведении, но и в речи.